Роман Махов трудится на ТЭЦ-4. Начальник электрического участка рассказывает, в энергетике он уже 11 лет. Начинал работу дежурным электромонтером. От его труда напрямую зависит стабильность работы оборудования ТЭЦ-4, которая отапливает весь центр города. Сложность работы, я считаю, здесь она в принятии быстрых и правильных решений, потому что оперативная работа требует от людей именно принять решения здесь и сейчас. И от этого может зависеть много, в частности, теплоснабжение города зависит от многих решений, применяющихся на местах начальниками смены в любое время дня и ночи. Быть энергетиком почетно, но непросто. Ведь работа действительно не требует отлагательств, особенно в отопительном сезоне. Вместе с работниками станции свою непростую вахту несут специалисты тепловых сетей. Они следят за состоянием теплотрасс и при необходимости готовы в любой момент оперативно устранить нештатную ситуацию на сетях. В отопительный сезон, то это получается экстренная мера. И тут уже задействуют все силы подразделения и организации, чтобы максимально быстро устранить. Потому что у нас же, понимаете, люди, холод, у кого-то дети маленькие. Чтобы это все сделать быстро и организованно. Чтобы в отопительном сезоне было как можно меньше форс-мажоров, энергетики летом проводят испытания и ремонты теплосетей. Только в 2023-м специалисты заменили более 27 километров трубопроводов и выполнили ремонты генерирующего оборудования на всех станциях. И мы для этого и работаем, чтобы было комфортно жителям, чтобы обойтись без повреждений. У нас же проводятся испытания летом, где мы даем давление и меняем участки, которые выскакивают повреждения, прорыв. Стараемся это устранить летом. Традиционно профессиональный праздник энергетиков выпадает на самый короткий день и самую длинную ночь в году. Но именно благодаря энергетикам ни холод, ни темнота не затрудняют нашу жизнь. В домах всей страны царят тепло и уют, невзирая на погоду за окном. Екатерина Илюхина, Алексей Еременко. События дня.